здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня однажды рабе ханан дэн закай в роша шана увидел сон который рассказывал что два его племянника должны в наступающем году потерять 700 динаров это очень крупная сумма тогда он пошел к ним и сказал вы должны в этом году заняться нуждами беги бедняков как мы это сделаем спросили его племянники и он сказал поддержите их и своих денег и все расходы которые вас будут идти на под на цдк на поддержку бедняков записывайте все своих не в своей книге приходы расход племянники так и сделали и прошел почти год и буквально за несколько дней до следующего роша шана к ним пришел государственный чиновник который сказал что они обязаны внести в казну 700 динаров и так как у племянников рабе ханан дэн закай не за не оказалось такой суммы этих племянников забрали и посадили и забрали и посадили в тюрьму значит рабе ханан дэн закай приходит к ним в тюрьму и говорит скажите пожалуйста сколько денег вы раздали на цдк благотворительность и племянники сказали это нужно чтобы ты принес нашу книгу бухгалтерскую книгу там у нас записаны все наши пожертвования рабе ханан дэн закай пришел к ним дом открыл книгу и увидел что его племянники потратили на цдк 683 динара на 17 меньше чем то что он видел и тогда он сказал скажите где мне взять 17 динаров из ваших денег и завтра вы будете на свободе племянники сказали как мы можем быть на свободе как 17 динаров помогут если мы должны дать в казну государство 700 динаров как 17 могут помочь не беспокойтесь сказал раби шамон бар юхай это пусть вас это не беспокоит он пошел к ним в дом они сказали ему где взять 17 динаров взяв 17 динаров рабе ханан дэн закай пошел к одному государственному чиновнику дал ему тайком 17 динаров и попросил чтобы он помог его племянникам выйти на свободу так как этот государственный чиновник очень любил взятки он взял эти 17 динаров тихонечко по-тихому подписал документ чтобы этих племянников выпустили на свободу что они не должны государству ничего и на завтра они уже вернулись к себе домой и тогда удивленные племянники спросили рабе ханан дэн закая почему дядя каким образом эти 17 динаров откуда ты за что именно эта сумма поможет и тогда рабе ханан дэн закай рассказал им свой сон почти год назад и племянники сказали дядя почему ты нам не рассказал про этот сон мы бы тогда потратили точно 700 динаров и тогда бы мы не оказались в такой беде и рабе ханан дэн закай сказал если бы я вам рассказал этот сон то тогда вы бы раздали 700 динаров не как так а для того чтобы сохранить свое имущество я подумал если все равно вам суждено эти деньги потерять то пусть лучше они пойдут на митва на знака на помощь другие действительно в роша шана определяется какую сумму какая сумма положено нам и сколько бы мы не работали сколько бы больше мы не зарабатывали если мы не отдаем цдк благотворительность если мы не отдаем это родным и близким или людям из нашего народа то бог всеми правдами и неправдами заберет от нас эту сумму либо она пойдет на штрафы либо нас либо мотор в машине и поломается это очень большие деньги либо сгорит холодильник либо вдруг надо понадобится вынуть очень много большую сумму на починку зубов коронки и так далее у всевышнего есть достаточно способов как изъять из человека деньги если сам он не хочет их отдавать вопрос кому положено помогать если вы знаете что члены вашей семьи братья сестры родители нуждаются конкретно нуждаются очень часто бывает так что один из братьев разбогател и абсолютно не хочет знать что другие его члены его семьи очень нуждаются в помощи то он совершает очень большой грех поэты и если он знает что кто-то из его семьи нуждается тем не менее дает щедрое пожертвование куда-то в какие-то организации каким-то людям он тем самым нарушает потому что сначала сказано кодамбнэй бейтха в начале твои люди твоего дома значит первый круг это родные члены семьи потом круг это родственники следующий круг более большой это люди твоего района потом круг и люди твоего города и дальше идет люди твоей страны то есть если человек знает что в его районе старенькая синагога или не хватает денег на постройку никвы и тем не менее он отдаёт щедрое пожертвование в какой-то другой город тем самым он нарушает нашла очень интересная скажем так очень очень интересная интересную вещь которая показывает приоритет и силы в нашем мире так вот 10 сильных вещей сотворил бог в нашем мире камень он очень сильный но железо его разбивает железо вторая вещь она очень сильная но огонь и его плавит огонь очень сильный но вода его заливает вода очень сильна но тучи гонят эту воду тучи они очень сильные но ветер шестая вещь но ветер тучи гоняет вечер ветер он очень сильный но человек противостоит ветру либо пригибаясь либо строит дом который ветер не может снести человек очень сильный но страх пригибает человека страх сильнее человека страх очень сильный но смерть сильнее страха и она губит человека но есть десятая вещь которая сильнее смерти это цдака пожертвования потому что цдака она сильнее смерти не зря когда мы опускаем монетку в купа цдака когда мы опускаем даем монетку протянут в протянутую руку нищему то мы говорим такую фразу цдака цдака спасает от смерти я помню несколько лет назад я слышала случай который меня очень очень затронуло мое сердце рассказывал один парень который со своим другом пришел на пляж парень достаточно легкомысленный там было пиво там может быть были легкие наркотики и вот сидя на пляже он увидел женщину которая проходила мимо и она попросила у него цдака парень как раз слышал от своих родителей что цдака очень важно давать и в таком случае он недолго думая сунул руку в карман шорт увидел там 10 шекелевую монетку отдал этой женщине и сказал чтоб тебе было на здоровье после этого он разделся и со своими друзьями он прыгнул в море и вот в море с ним случилось непредвиденное его начало утягивать каким-то течением его утянуло видимо в водоворот или в какую-то яму и он начал тонуть и там когда он уже чувствовал что последние силы его оставляют и он понял что он умирает он в этот момент уже будучи под водой из последних сил как бы выкрикнул в это был внутренний крик он крикнул богу не будь обманщиком я слышал что цдака спасает от смерти а я сегодня отдал не просто так а я отдал все мои деньги которые у меня были я дал все что у меня было так почему ты меня не спасаешь в этот момент он почувствовал что какая-то сила его подхватила и когда он уже очнулся на берегу он понял что он спасен его спасли его вытащили из воды он два месяца он приходил в себя он был в очень большом шоке и после этого он пошел сделал хазара ведь шува он вернулся ко всевышнему и этот случай он рассказывал уже будучи религиозным человеком он сказал все я уверен что меня спасла этот цдака которую я за несколько минут до своей гибели дал женщине однажды римский полководец турнус руфус очень известная историческая личность спросил рабе а киеву для чего бог придумал нищих и рабе а киева сказал что если бы не было нищих то богатых не было бы никакого шанса попасть попасть в дан эден потому что когда богатый видит ничего и дает ему то ним то немногое то добро которое он может сделать это спасает его от огня гейнома от ада и таким образом и у богатых тоже есть шанс попасть в рай поэтому когда мы проходим по улице и даже если мы видим какого-то просящего и даже если он нам кажется кажется что он не достоин чтобы получить от нас этот шегель что он эти деньги используют не на добро не на пропитание на что-то другое все равно это не нам решать если всевышний посылает нам навстречу вот такого вот протящего протягивающего руку откройте свое сердце откройте свою руку откройте свой кошелек и дайте ему эти деньги может быть это та самая помощь которую всевышний милость оказывает нам что мы не столько мы оказываем милость этому нищему или просящему сколько он оказывает милость нам и поэтому никогда не оставляйте протянутую к вам руку пустой хоть шекель положите ему в его руку и до хранит вас бог и чтобы все у вас было хорошо и если вы хотите продлить свою жизнь давайте помогаете не ждите этих нищих на дороге оглянитесь вокруг может быть кто-то близкий вам ваши друзья ваши родственники ваши братья ваши сестры ваши дети нуждаются помогите им не говорите они взрослые они должны сами уметь справляться с жизненными неурядицами если вам есть что дать дайте а иногда даже если нет все равно откройте свою душу откройте свое сердце и открытой рукой дайте им вашим близким родным детям внукам поддержите их и бог поддержит вас и дай бог чтобы у вас не было такой надобности чтобы всевышний собирал у вас через какие-то поломанные вещи через какие-то сгоревшие перегоревшие через поломанный холодильник через сломавшуюся коронку дай бог чтобы все у вас было хорошо чтобы все у вас работало чтобы вам не нужно было платить штрафы или какие-то лишние налоги потому что все что нужно вы отдали уже вашим родным и близким а если все-таки вам пришел какой-то штраф если все-таки вы потеряли деньги если у вас потерялся кошелек задумайтесь наверное все таки кому-то вы что-то в этом году не додали а я вам желаю чтобы не было у вас потеек с вами была ваша бабушка с вами а